Почему у нас получается? Конструкцию по обустройству инфраструктуры от Курского вокзала до Каланчевска. Связано это с расширением, заменой мостов, дополнительным строительством железнодорожного пути, для того, чтобы пропустить дополнительную еще по второму диаметру, четвертый. Поэтому предстоит очень огромная работа для замены путевого развития на Курском вокзале. Поэтому нам придется на какое-то время изменить транспортную логистику для части поездов. Для этого мы сегодня с вами приехали сюда на вокзальный комплекс «Восточный». Мы его так назвали, с городом договорились пока о таком названии. Этот комплекс будет позволять отклонить часть поездов, которые у нас сейчас проходят транзитом через Курский вокзал. Это все поезда с Октябрьской железной дороги с северо-запада, которые у нас двигались транзитом через Курский вокзал в направлении Юга, Курская и, соответственно, Нижнего Новгорода. То есть те поезда, которые у нас транзитные, летние дополнительные, часть постоянных поездов проходили через Курский вокзал. Но помимо этого, с учетом того, что у нас в конце мая останется вообще один путь на этом участке между Курским вокзалом и Каланчевской, нам также придется на время реконструкции отклонить, в том числе, скоростные электропоезда, к которым уже привыкли наши пассажиры. Конечно же, это может привести к изменению внутреннего расклада, внутренней жизни транспорта и логистики всех пассажиров, которые пользуются услугами. Прежде всего, скоростными поездами «Стрич», которые у нас с Курского вокзала, соответственно, отправлялись в Нижний Новгород. Скоростных поездов «Ласточка», которые также у нас до Нижнего Новгорода следовали, и поездов до города Иваново. Это тот наш скоростной сегмент, к которому привыкли наши пассажиры, и который придется перенести на вокзальный комплекс «Восточный», терминал Черкизова, вот где мы сейчас находимся. Мы сейчас рассматриваем весь график движения поездов. Вы знаете, что у нас переход на летний график движения осуществляется с последней субботы мая. Поэтому мы, с учетом мнений губернаторов, обсуждения с Москвой, обсуждения внутри компании с нашими строителями, мы говорили, что мы этот переход осуществим с субботы, 29 мая, когда полностью будет закончена реконструкция нашего вокзального комплекса «Восточный» терминал Черкизова. Для того, чтобы сделать бесшовную пересадку зданий к поездам, вот вы видите, за вами как раз находится инфраструктура, которая сейчас подготавливается именно к пропуску пассажирских поездов, для того, чтобы совместить в одном транспортном узле здесь, на этом вокзальном комплексе, прибытие и отправление как скоростных поездов, дальних транзитных, линии МЦК, соответственно, и московского метрополитена. Вот эту грандиозную работу за оставшийся период времени нам предстоит сделать. Помимо всего, нам нужно будет обеспечить еще и оборот скоростных поездов «Ласточка», скоростных поездов «Стриш» на этой станции. Мы прорабатываем сейчас много вариантов, в том числе и расписания. Конечно же, по возможности будем стараться какое-то количество поездов традиционных, которые больше всего пользуются популярностью наших пассажиров, сохранить на Курском вокзале. Сейчас наши специалисты, графисты такую работу проводят. Мы каждый поезд детально рассматриваем и в ближайшее время мы вам подскажем именно, какие поезда будут перенесены именно на этот вокзальный комплекс. При этом хочу отметить, что здесь, на этом вокзальном комплексе, который, кстати, будет порядка 4000 квадратных метров, будет построена вся пассажирская инфраструктура. Поэтому прошу никого не беспокоиться. То есть полный комплекс услуг, включая даже бизнес-зал, к которому привыкнут традиционно наши пассажиры, как премиального сегмента, так и обычные пассажиры, которые у нас приобретают билеты на скоростные поезда на эти направления, будут полностью обеспечены тем необходимым. Данный вокзальный комплекс будет построен, строится по современным нормам, по современным стандартам. Поэтому все, что необходимо, и все те сервисы, к которым привыкли наши пассажиры, и билетные кассы, и Wi-Fi, и туалетные комнаты, и комната матери и ребенка, все будет обеспечено в рамках этого вокзального комплекса. При этом хочу отметить, я вам взял образец билета, показать, для того, чтобы мы понимаем, что здесь вопрос будет, в принципе, по тому, как найти данный вокзальный комплекс. Поэтому мы в билете постарались отразить все, включая и адрес по навигатору, для такси, для личного автотранспорта, для того, чтобы наши пассажиры смогли без проблем найти данное место на карте Москвы и быстро добраться до соответствующего остановочного пункта. Мы его так и назвали Москва, вокзальный комплекс «Восточный», терминал Черкизова. Рядом с этим терминалом, вы видите, прямо непосредственно у нас находится терминал «Отемотив», это МЦК. Мы подразумеваем, что в дальнейшем будет нарастать пассажиропоток, он будет расти. Мы это и наблюдаем в настоящее время. Ну, может быть, были какие-то, такой спад в плане борьбы с коронавирусной инфекцией, ограничения. Но мы уже сейчас, через какое-то время, почувствуем восстановление спроса на железнодорожные перевозки. И, конечно же, ожидаем дополнительный поток, в том числе транзитный с северо-запада на юг, в сторону Нижнего Новгорода, в сторону Казани, в сторону Атлера, в сторону Воронежа. Поэтому мы планируем, что этот терминал в дальнейшем будет полностью загружен, возросшим пассажиропотоком, а транзитные поезда с северо-запада не будут препятствием для развития именно пригородной инфраструктуры внутри Москвы. Это, прежде всего, конечно, наши диаметры, которые мы развиваем вместе с правительством Москвы внутри города Москвы. Вот кратко я вам рассказал, наверное, сейчас готов ответить на ваши вопросы. То, что касается поездов Стриж, то поезда Стрижки в дальнейшем останутся на этом терминале, потому что после реконструкции на Курском вокзале уже не будет низкий платформ. Это были очень долгие разговоры по этому поводу, и ее там просто не оставить, не сохранить после реконструкции, но это связано с техническими вопросами именно переоборудования станции. Так как поезда Стриж у нас имеют выходы на низкую платформу, то, соответственно, их принять, когда даже после реконструкции, будет очень проблематично. Поэтому мы именно на этом вокзальном комплексе первую платформу делаем именно низкую, именно для поездов Стрижки, в том числе скоростного нашего поезда Санкт-Петербург-Самара, который тоже будет проходить через этот терминал. То, что касается поездов Ласточка, поездов Ласточка, эти поезда впоследствии можно будет вернуть на Курский вокзал. Но здесь нужно будет посмотреть, может быть, данный вокзальный комплекс больше понравится нашим пассажирам, и наши пассажиры, может быть, скажут, да нет, очень хорошо, все очень удобно, очень хорошая логистика, и оставьте их здесь, на этом вокзальном комплексе. Поэтому, я думаю, за то время, пока будет проходить реконструкция, мы планируем, что это будет три года, мы посмотрим просто, как разбился данный остановочный пункт, удобно ли подъезды, хотя даже сейчас вы видите, что с этого места очень удобно добраться всем нашим пассажирам, включая и коммерческий блок наших пассажиров, которые из таких городов, как Тижний Новгород, Иваново, отправляются в дальнейшее путешествие на самолетах. То есть удобная логистика через МЦК с нашими аэропортами, это удобная логистика через метро с центром города, поэтому, я думаю, что в процессе поездок наших пассажиров, мы, конечно же, проведем опрос, мы посмотрим, нравится ли им или нет данный остановочный пункт, но по окончании реконструкции поезда «Ласточка», которые имеют выход на высокие платформы, можно будет вернуть, и пока у нас это плана, на Курский вокзал. При этом хочу отметить, что помимо Курского вокзала, мы рассматриваем и иные варианты, может быть, куда смогут прибывать наши поезда «Ласточка». Поток пассажиров на сегменте поездов «Ласточка» постоянно растет, он пользуется популярностью. Мы готовим в следующем году, в том числе, обновление составов «Ласточка», именно на Нижний Новгород, другого премиального сегмента уже, который у нас входит для Иванова. И думаю, что с учетом замены подвижного состава и размещения их на новом вокзальном комплексе, и обслуживание их здесь, на данном терминале, существенно повлияет на возрастающий пассажиропоток. То есть, что может получиться? Что мы захотим дополнительно еще «Ласточки», а их уже не сможет принять Курский вокзал. Понимаете, чтобы у нас тоже не получилась путаница через один поезд. Один поезд с Курского вокзала, другой с Восточного вокзала. Это всегда неудобно для наших пассажиров. Но мы знаем, что у нас один из поездов с Апсаном, кстати, остается при реконструкции, это транзитный Апсан из Нижнего Новгорода до Санкт-Петербурга. Знаете, что для тех, кто отправляется из Москвы, первое время всегда было проблематично. Все привыкли к Ленинградскому вокзалу, приезжают к времени отправления, он отправляется с Курского вокзала. Такие проблемы были, вы знаете, и первое время пассажиры даже путали с местом отправления этого скоростного Апсана. Поэтому, конечно же, с моей точки зрения, более удобно, чтобы какой-то пул поездов отправлялся с одной какой-то станции, и весь сервис на этом, именно на остановочном пункте, именно был специализирован для отложения пассажиров, для поездов той или иной категории. Но я думаю, что в процессе открытия нашего терминала, в процессе прибытия поездов сюда, мы с нашими пассажирами обсудим все это, определимся, где лучше оставить поезда, и в дальнейшем после реконструкции. Но возвращение поезда обратно на Турский вокзал возможно, и пока оно у нас так заложено, а дальше мы посмотрим, какие действия предпринять. Но транзитный поток с северо-запада, из Санкт-Петербурга, в сторону Нижнего Новгорода, Казани, Адлера, особенно те поезда, которые дополнительно, традиционно, сезонно назначаются на селетах, он останется именно через вокзальный комплекс Восточный, терминал Шахмаза. Митрий Владимирович, а все-таки уточните по поводу Ивановской ласточки, да, мы знаем, что обсуждалась возможность, действительно, организация конечных пунктов ближе к центру, не здесь, в Курске вокзал на сценаре возможно, а еще какие-то направления, может вообще отдельная станция? К сожалению, ближе железной дороги уже нет, это самая близкая точка, мы долго из города, мы внутри себя, и с коллегами обсуждали, где же это самая ближняя точка, вы понимаете, очень разные пассажиры, и центр города Москвы для всех разный, для одних это в районе Тверской улицы, для других это в районе Москва-Сити, а третьим нужно в аэропорт, а четвертым на транзитную пересадку на площадь трех вокзалов, то есть в данном случае понятие центр города Москвы немножко у нас размыт, а мы должны все-таки ориентироваться на всех пассажиров, чтобы всем было удобно, поэтому постарались вот этот вокзальный комплекс Восточный расположить в том числе в таком месте, чтобы была обеспечена бесшовная, теплая, как мы говорим, пересадка на альтернативные виды транспорта, чтобы транспортная доступность для всех была обеспечена, и для туристов, и для людей, которые приезжают по деловым поездкам, и для транзитных пассажиров, просто для гостей столицы, поэтому и постарались обеспечить именно выбор этого остановочного пункта с максимальным удобством для всех категорий пассажиров. Конечно же, отвечаю на вопрос, возможно иные варианты расположения остановочного пункта, может быть финальной точкой, какой-то иной вокзал, можно вообще достроить четвертый путь, проехать по кругу и выехать в обратном направлении. Вариантов миллион. На Ярославский вокзал. На Ярославский вокзал очень отсюда сложная логистика, это просто время прибытия, если мы сравниваем выйти здесь на вокзальном комплексе «Восточный», через 7 минут вы выйдете на Ярославском вокзале, а здесь это еще 40 минут будет плюсом, времени пока поезд отсюда выйдет, потому что нужно сложным заездом заезжать на Ярославский вокзал. При этом хочу сказать, что график на Ярославском вокзал тоже не такой простой, вы знаете, что там очень интенсивное движение, это самый интенсивный ход Ярославский. И вписать туда какой-либо поезд, он может быть и технически спишется туда, но он сразу станет в так называемый параллельный график, то есть график движения триггерных поездов. Движение этого скоростного поезда существенно замедлится. То есть об этом мы можем говорить, только если мы говорим опять о какой-то дополнительной модернизации инфраструктуры, каких-то дополнительных развязок, строительствах хвостов, путепроводов и так далее, и так далее. То есть да, мы это... Ответ короткий, мы это обсуждаем.